Друзья, всем привет, меня зовут Ху Ли. Я двоюродный брат Ильдара, он приболел, поэтому нам всем приходится носить вот такие вот маски, чтобы не заразиться. Под позапрошлым видео писали, Ильдар, не стоит снимать видео больным, потому что ты какой-то злой и агрессивный. И мы вместе приняли решение, что видео буду записывать я. Хули, можешь записать видео, что-то мне хуевато. Вы можете спросить, а что общего между тобой и Ильдаром? Чем вы похожи? Ну, как минимум, мое имя начинается на Ха, и его фамилия начинается на Ха, по-моему, этого достаточно. Сегодня мы вместе с вами посмотрим клип южнокорейской группы BTS, который за день набрал 84 миллиона просмотров, побив все рекорды Ютуба. Я, как коренной южнокореец, заявляю, что ни разу не слушал эту группу, и мне очень интересно. Хочется сказать, что вчера Ильдар вместе с южнокорейской группой примерно в одно и то же время опубликовал свои видео. У него вчера вышло «Хочу работать» и «Хочу работать» набрало 114 тысяч просмотров, а клип BTS набрал 84 миллиона просмотров, в связи с чем я делаю выводы что. «Хочу работать» — это не кей-поп. Не к-поп точно. Наверное, надо дать Ильдару совет, чтобы он похудел на килограмм 30 и стал петь на корейском. Тогда, наверное, пойдут просмотры. А вообще, у него вчера вышел прекрасный видеоролик «Хочу работать», где он работал бортпроводником. Посмотрите, там так мало просмотров, что, блядь, никогда у него такого не было. Насколько я знаю, молодое поколение очень любит кей-поп, а в частности группу BTS. Надеюсь, я правильно сказал. Я немножко ознакомился с их творчеством и почитал о них в Википедии. А еще почитал отзывы слушателей. Бойс-бенд состоит из семи пацанов. Семь, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Был сформирован в 2013 году. Поют о любви к себе и занимаются благотворительностью. Видимо, это и вызывает восторг у молодого поколения. Я буду смотреть их клип и читать параллельно перевод. Поехали. Пока я вижу переродившегося Трахтенберга. Ну шо, анекдоты будешь травить, а? Клипы очень едкие. Кстати, это действительно лайфхак, особенно для молодых исполнителей. Даю совет. Снимайте яркие клипы. Они западают в голову. Не зря вот эти вот, знаете, господи, маска слазит. Ильдар, не хочу заболеть от тебя. Сейчас все исполнители используют в клипах яркие такие едкие цвета. Даже если вспомнить клип розовое вино, там, ЛД, Федукая, вот этот фиолетовый. В общем, все очень красиво выглядит. Поэтому всегда используйте такие цвета, вот как моя кофта. Пацаны, хочу заметить, работают на свою аудиторию, потому что они тоже все супер разноцветные. У них нет даже одинакового цвета волос. Видно, у правого розовой кепочки совпадал цвет, поэтому решил кепку розовую надеть. Вот это я понимаю, профессионалы. Я скажу честно, вот положа руку на сердце. Вы, конечно, прекрасно понимаете, что я совершенно не аудитория этого прекрасного бойс-бенда. Но если бы мне не сказали, что это бойс, ну, я бы наверняка подкатил к этой красивой синеволосой девчонке, мальчишке. Хорошо выглядит. Ну, неправда похоже на девчонок. Ну, типа, это факт. Девчонки с короткими встрижками. Посмотрите, вот стоп-кадр. Это просто достаточно симпатичная корейская девочка. Сережки вот и голос женский. Я понимаю, что это какой-то фальцет или еще что-то, но... Эта группа точно не для мужиков. Точно не для мужиков. Даже не для корейского парня такого, как я. Хули, это слишком, это перебор. Так, читаем перевод. Мы прослушали первый куплет. Его пел Джи Мин. Мне любопытно все, например, как твой день. Расскажи мне о нем. Ода, 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 ода. Что делает тебе счастливой? Напиши мне. Ода, 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 ода. Джимин, я тебе могу рассказать, что меня делает счастливым. Меня делает счастливым, если мой ролик «Хочу работать», сука, наберет больше ста тысяч просмотров. Ну, там есть сто с чем-то, минимальное количество. Это самый непопулярный, сука, ролик. Джимин, пожалуйста, вот ты за любовь топишь там, за всю эту фигню. Попроси своих зрителей посмотреть видос, который я снимал тоже с любовью. Джимин, дружище, ты ж такой красивый мальчик. И меня это сделает счастливым. Ильдара это еще больше сделает счастливым. Я, брат, тоже переживаю, хочу. Ой, блядь. Все, поехали дальше. Вот этот мальчишка больше похож на мальчишку, кстати. Каждая твоя фотка я хочу хранить под своей подушкой, о, милая. Вы знаете, я теперь понимаю, почему они действительно нравятся девочкам маленьким. Потому что очень миловидная внешность. И они прям поют вот то, что у них на душе. Они хотят найти свою любовь. Они верят в нее еще пока маленькие совсем. Есть чистые, благородные вот эти чувства. И эти парни их, собственно, им и дают. Потакают желанием. Я представляю, прихожу в свою компанию, говорю, пацаны, зацените новый клип. У ребят вышел так, мне нравится. Больше, скорее всего, я в своей компании появился бы никогда. Давай стань моим учителем, научи меня всей науке о себе. Твой номер один, твой номер два. Но это, знаете, такой легкий сексуальный подтекст прям присутствует. Я уже представляю, как эти маленькие девочки читают перевод. И такие, о-о-о, я хочу тебя научить. Господи, Ви Джин, Чим Чимин, Джанук, Хуюк, пожалуйста. Потрогай меня, изучи меня. И я хочу. Хитрые южнокорейские мальцы. Вот для меня странно, почему у них реально такое огромное фан-комьюнити. Чтобы вы понимали, это называется фэндом. Я вообще погрузился в эту тему. За день 88 миллионов просмотров. Скорее всего, этот клип будет самым популярным в мире. И мне удивительно, почему даже у нас так много фанатов. Егор Крид, сейчас обращение к тебе. Хватит петь про суп всяких. Там про Мерсдесы, блядь. Про розы, про холостяка. Начни петь о любви к себе. Займись благотворительностью. Забери половину фанатов БТС к себе. У тебя есть все задатки. Ты красивый, миловидный мальчик, который тоже любит мальчиков, скорее всего. Егор. Раздражение музыка меня не вызывает. Звучит неплохо. Правда, мне кажется, что это поют не мальчики, а девочки. Картинка сочная. Молодцы. Клипы хорошо делают. Послушай, моя девочка, я лечу высоко в небе. Звякремя, которое ты вернула мне прежде, теперь здесь так высоко и хочешь, чтобы ты была готова к моему взгляду, да, ты превращаешь меня в парня с любовью. Наверное, влюбленного парня. Такой себе перевод. Гугл-переводчик, видимо, здесь работал. Романтические южнокорейские мальчики вытворяют что-то невероятное с маленькими сердечками белорусских девочек. И русских, и украинских, и еще хер знает сколько девочек. Плачут по этим... Мальчикам, конечно, сложно сказать, но я все-таки скажу мальчикам. Продюсер этого бойсбенда, самый умный человек на планете. И наверняка очень-очень богатый за счет этого. Знаете, вот что плохо? Ты, когда вырастаешь, становишься какой-то бесчувственной скотиной, циником. Ты понимаешь, как работает этот мир. А когда ты ребенок, тебе там 14-12 лет, ты искренне веришь, что эти ребята действительно хотят вот с ними познакомиться, там, не знаю, сделать какое-то добро. Но, возможно, возможно, это так и есть, но, как показывает практика, все это направлено лишь для того, чтобы зарабатывать бабки. Припев. О, боже мой, о, боже мой, ты так быстро вознесла меня. Я хочу быть с тобой всегда и везде. О, боже мой, о, боже мой, ты заставляешь меня летать так быстро. Теперь я, кажется, понял. Наверное, припев про спиды. Тупо у пацанов приход начался, теперь понятно, почему у них такие клипы. Вот этот южнокорейский рэп звучит даже достаточно неплохо. Молодцы, сделали своего анимешного Эминема. И действительно приятно, что ты не просто попса, а с элементами с интеграцией хип-хопа. Молодцы. С того момента, как я встретил тебя, вся моя жизнь стала тобой, да, ты звезда, которая превращает заурядных людей в экстраординарных. Ой-ой-ой, вот одно за другим все становится особенным. То, чем ты интересуешься, твоя походка или манера речи и каждая твоя небольшая привычка. Я хочу сказать, что они бьют прям в самое сердце. То есть они взяли курс на то, что они правильные, хорошие ребята, которые учат любви, самоуважению. И вообще ни на градусы не отклоняются от этого. Какие высокопарные слова. Ты звезда, которая превращает заурядных людей в экстраординарных. Мне кажется, эта строчка подошла бы Гарри Поттеру. Мне реально очень нравится, что они постоянно меняют локации в своих клипах. Это смотрится реально очень органично. Я очень с трудом воспринимаю их как парней, серьезно. Если бы мне сказали, что эта группа состоит из семьи красивых девочек, которые похожи немножко на мальчиков. Я бы сказал, блин, ну в целом неплохие девчонки, ну бля. Они же очень похожи на девочек, я не могу. А вообще очень хороший ход интегрировать в клип явно девочку с европейской внешностью. Я уверен, что все девочки начали мечтать для того, чтобы оказаться на ее месте. Но боюсь, это невозможно, потому что пацанам явно нравятся не только девочки. Ну вы поняли. Я более сладких мальчиков не видел никогда вообще. Когда-то в свое время был популярен бойс-бенд Бэкстрит Бойс. Они не были настолько ванильно сладкими. Серьезно, такое ощущение, будто бы лицо этого корейского мальчика каждое утро облизывает коровой. Оно такое лоснится, прямо его сразу в клип кинули. Сейчас это видео превращается в батя реагирует. Когда дети показывают своим родителям там клипы фейса. Он такой, ёб твою мать, бля, что это такое? Не понимаю. Ну примерно то же самое. Да и он, бля, чмо. Я говорю, какой ты нахуй, бля. Гоблин, сука, нахуй. Хочу сказать, что это чувак в шляпе самый мужественный среди всех этих пацанов. Я скажу тебе искренне, временами я был немного за ночью. Высокая няма, полная огромная зала. Иногда я молился о том, чтобы убежать. Твоя боль, моя боль. Когда я сознал это, я дал клятву себе на крыльях. И кара, которую ты подарила мне. Но не навстречу солнцу, навстречу тебе разрешили мне встать. Идите, уооооо. Блин, маска опять сваливается. Вы поняли, да? Типа, чувак словил звезду, но потом пожалел об этом. Он видел, как поклонники или еще кто-то переживают. И он тоже начал переживать. И потом спустился на землю и полетел навстречу. Я, конечно, могу сказать, что все это выглядит достаточно так показушно и наигранно. Но звучит красиво. Если людям нравится такой посыл, то пускай лучше они слушают девочки там БТС тот же самый, чем какой-нибудь херню сраную. Потому что они хотя бы учат чему-то хорошему. Пускай и в каких-то таких простых словах, в простых выражениях. Но они правда несут пользу и не несут ничего плохого. Вот знаете, я вспоминаю, Ильдар в 14 лет тоже фанател. Фанател там по 50-сенту и прочим чернокожим ребятам. Да, это звучит достаточно двусмысленно, но это факт. И он думал, что всю жизнь будет носить широкие эти штаны, трубы, майки, кепки. И ничего, кроме рэпа в его жизни, больше не будет. Но прошло буквально пару лет и все поменялось. Вердикт такой. Клип классный, яркий. Мальчики больше похожи на девочек. Но, видимо, сейчас такой тренд, что пацаны должны быть более женственными. Тогда вот это заходит. Глянь на 88 миллионов просмотров за день. Это заходит. Я, конечно, абсолютно не целевая аудитория этого бойсбенда. Но прекрасно понимаю, почему это нравится молодежи. Ребят, спасибо всем, что посмотрели это видео до конца. С вами был, как всегда, я, Ху Ли. И пришло время снять маску. Все-таки я от Ильдара заразился. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok